Северо-восток у Бурятии грозит подтопление. Гидрологическая ситуация ухудшается на границе с Забайкальем. Улан-Удэжи, по оценкам синоптиков, паводки пока не грозят. Санбайна, здравствуйте! Восточный экспресс спешит доставить свежую порцию новостей. В прямом эфире работает Лариса Иренцеева. Вначале коротко о главном. Веселая по форме протестная по содержанию. Как родители добиваются путевок в детские сады. Увидела Светлана Семеренко. Они вложили миллионы, но остались ни с чем. Как можно помочь обманутым дольщикам? Об этом расскажет Евгения Жировова. Не экономичные и не экологичные. Но только ли по этим причинам решили вывести из оборота ртутные лампы? Решила узнать Ольга Арсенукаева. Теперь об этом и другом более подробно. Начнем с очередной акции протеста. Десятки родителей сегодня вышли на главную площадь Улан-Удэ, чтобы достучаться до чиновников. Уже несколько лет они ждут путевки в детский сад. В этом году снова остались без места. Подробнее Светлана Семеренко. Раз, два, три! Привет! Они машут руками в надежде. На них обратят внимание в коридорах власти. Родители вместе с детьми провели сегодня под окнами чиновников не один час. И пусть это не митинг, скорее крик о помощи. С каждым разом он может звучать громче. В очереди только в Улан-Удэ сейчас 19 тысяч детей. Наши дети куда? Мы так будем на площади жить тогда получается. Мужья наши одни работают. Денег не хватает. Рапортовали же, что все дети устроены в сады. Все, кому есть три года, все в сады устроены. Главный выполнен. Вот мы ходим здесь. В этом году муниципальные сады пошли чуть более 4 тысяч дошколят. Половина из льготной очереди, половина из общей. За бортом остались еще более тысячи. Но родители уверены, проблема масштабнее. В очередь, можно сказать, первый год уменьшилась почти в два раза. А за последние два года практически стоит на месте. А у нас в энергетике два детских сада. И туда возят детей с кварталов. Ну еще откуда-то. Непонятно почему. Вот такое распределение. И ситуация не меняется. Ежегодно в Бурятии без мест остается 4,5 тысячи детей. Почему так происходит, никто объяснять собравшимся не стал. Пока никто не вышел. И получается, Алексей Самбуич проходил мимо. Он, может быть, даже не знает о сегодняшнем мероприятии. Прошел мимо. Но от проблемы все равно не уйти. Чтобы закрыть спрос, нужно как минимум 43 детских сада и годы ожиданий. В том числе и денег. 10 миллиардов рублей. Бурятия вновь просит их в Москве. Пока они построят эти сады, наши дети уже в школу должны будут идти. Только строительством и реконструкцией эту проблему не решить. Мы готовы выступать в конструктивный диалог с властями. Ну а если диалогу не случится, родители готовы проводить митинги и акции протеста. Многие из них уверены, это единственный шанс осуществить уже не только детское желание. С детишками играть хочу в садике. И за это я хочу в садик. Еще один жест отчаяния. Люди, считающие себя жертвами полицейского произвола, готовятся перекрыть федеральную трассу. Цель одна – быть услышанными. О преступлениях правоохранителей они твердят уже не первый год. Со слов активистов, среди них избитые в отделах полиции. Мать, что потеряла сына после допроса в РОВД. Невестка, чей зять погиб в наручниках в машине полицейских. Практически по всем делам нет обвинительных приговоров. О них мы рассказывали ранее в наших сюжетах. Кроме того, истории привлекли внимание федеральных СМИ. Они берут вот таких вот молодых, 17-летних, 16-летних пацанов, которые и духом слабы, и сами по себе, по телосложению еще слабы. И их допытывают до такой степени, что у нас сейчас полбурятии. Молодых пацанов либо сидит, либо, извините, вот так же, как мой брат лежит в могиле. После этого сюжета МВД России заявило об очередной проверке в Бурятии. Приехала комиссия московская. Они расследовали. Сегодня я была на приеме у Потапенко, замминистра МВД. По существам ничего такого не сказал. Если внимания не обратят и не дадут нам достойно хорошего, как говорится, ответа, мы приняли решение пикетировать, перекрыть федеральную дорогу. О московской комиссии из МВД местные правоохранители хранят молчание. Напомним, за два года это уже второй приезд проверяющих из Москвы. Будут ли на этот раз результаты? Улан-Удэнские активисты уже мало в это верят и готовят акцию протеста. Они планируют перекрыть федеральную трассу Улан-Удэ-Чита. Ирина Ромельянина, Немаева, Борис Бальчинов, телекомпания «Арибус». Они тоже протестовали и их услышали. Власть хоть и вынуждена, но обратила внимание на проблемы дольщиков. В Бурятии от действий недобросовестных застройщиков пострадали десятки человек. Они остались без денег и без жилья. Пути выхода из тупика сегодня искали у главы республики. Деньги ей частично вернули. Семьсот тысяч. Просто наличие. Не искала с Орекиным. Сказали, что больше не ждите, больше денег нет. От суда до прокуратуры. Своекровные Елены Тегиловы убивают четвертый год. Договор с компанией изучей расторгла, но миллион ей так и не вернули. А сейчас все здесь, совещание закончится, вот так вот эти переговоры. Я дал свои контакты представителю дольщика, мы его просто это решим. 18-го числа. 18-го числа. Я думаю, что теперь может быть решится все. Дом на Крючевской пообещали достроить лишь после вмешательства главы республики. Срок сдачи – сентябрь этого года. Против бывшего директора Валерия Убадоева возбудили уголовное дело. Правда, он заболел. Следственное мероприятие пришлось отложить. Я 30 лет могу болеть. Алексей Самбович, ну по дочери уголовное преследование завершили. Направили в суд, сейчас идет в активной стадии судебного рассмотрения. Я думаю, что и в отношении отцовывают то, и так же. Всего 10 компаний и 11 проблемных объектов. Это более тысячи договоров на полтора миллиарда рублей. Сегодня в списке пострадавших дольщиков 89 человек. Екатерина – один из них. Два миллиона отдала компании «Бизнес-инвест». Денежки собрали, все квартиры распродали, а строительство забросили. Уголовных дел нет, и поэтому все чувствуют себя безнаказанно. То есть это просто такой механизм мошенничества отработанный. К сожалению, это 214-й федеральный закон о долевом строительстве, на котором мы все-таки все надеялись, о том, что он наши права гарантирует. На деле он вообще не работает, этот закон. То есть просто писулька. Совести не имеет. Эту совесть ему надо насильно вкручивать. Если люди не понимают по-хорошему, давайте приключаться по-плохому. По-плохому это пять уголовных дел, два из которых в суде. У остальных штрафы и внеплановые проверки. Но что значат эти штрафы по сравнению с собранными миллионами? Работа для МВД – непочатый край. Большинство случаев, иначе как мошенничеством, и не назовешь. Многоквартирный жилой дом по улице Крылова 2. Старый застройщик «Век плюс» он бросил. ЖСК пытается строить, обращалась в органы внутренних дел. Прошло два года, нам неизвестны результаты. В этом году должны достроить четыре объекта. На Ключевской, на Калашниково, в 111-140 кварталах. Остальные семь под вопросом. Если люди не боятся, они начинают хулиганить. Власть в ваших руках – это власть правильного потребителя. Уже и на высшем уровне признали. Все из-за плохого регулирования. Поэтому с будущего года договоры долевого строительства изменятся. Деньги станут перечислять не застройщикам, а на спецсчета в банки. Евгения Жировова, Виктор Горновской, телекомпания «Аригус». Строительство своих объектов лично проинспектировал Сергей Чемизов. Глава Ростеха прибыл в Бурятию и посетил предприятие госкорпорации. Рабочий визит руководителя Ростехнологии начался с перинатального центра. Госкорпорация выступает заказчиком. Напомним, стоимость объекта – 3 миллиарда рублей. По плану медучреждения должны были сдать еще в 2016 году, но этого до сих пор не произошло. В последний раз открытие перенесли из ошибок в проекте «Вентиляция». Работы по ней сейчас ведутся. Одни замечания у меня сестер, другие замечания. Потом, я так понимаю, у нас уже потом ходит и вам озвучит эти просьбы есть. Определенные вещи не были заданы. Когда мы можем привезти сюда первых оружейцев? Давайте к 1 августа. Сергей Чемизов взял стройку под личный контроль. Поддержкой госкорпорации заручились и на авиазаводе. Чемизов обещал поддержать производство новых самолетов «Байкал». Напомним, они заменят Ан-2. Серийное производство обещают открыть в 2021 году. Воздушные судна «Байкал» будут спасать людей, тушить пожары и выполнять сельскохозяйственные работы. Движемся дальше. Дальше и смотрите во второй части выпуска. Бросили на произвол судьбы. Почему жители в центре города оказались без крыши над головой? Выяснял дежурный по городу. Неосторожность при курении, перекал печи или поджог. Причины всех возгораний выясняют здесь, в пожарно-испытательной лаборатории. В ней побывал и Сергей Соголов. В Улан-Удэ задержали виновника аварии с двумя пострадавшими. 8 июля он совершил ДТП на улице Волочаевской. С места происшествия скрылся. Видео момента ДТП оказалось в распоряжении нашей телекомпании. На кадрах видно, черная машина резко сворачивает налево, на встречной полосе врезается в такси и сбивает двух женщин. По счастливой случайности обе остались живы. Пенсионерку с переломом таза доставили в больницу. Вторую пострадавшую с травмами головы отпустили домой. По словам очевидцев, виновник аварии был пьян. Благодаря свидетелям его удалось задержать. К другим темам. Очередной этап предвыборной кампании. Политические партии сдали в республиканский избирком списки кандидатов. Своих претендентов в Народный Урал выдвинули 12 партий. Причем три из них предъявили документы буквально за несколько минут до истечения срока. Подробнее Герман Голсанов. Выборы идут по всей стране. В одной Бурятии проходят свыше 300 местных избирательных кампаний. Это много даже в масштабах страны. Отсюда и визит Александра Кенева в республику. Накануне он уже встретился с региональными отделениями партий. Обсуждали и текущие вопросы, и возможные изменения выборного законодательства в будущем. Оно очень запутано, противоречиво и может трактоваться неоднозначно. Недавно было принято решение о создании кодифицированного единого документа, единого закона, который описывал бы все избирательные процедуры, условное название, избирательный кодекс Российской Федерации. Александр Кенев не скрывает негативного отношения к муниципальному фильтру. Напомним, из-за него не смог принять участие в выборах главы республики коммунист Вячеслав Мархаев. Муниципальный фильтр – это та норма закона, которая требует как минимум корректировки. Возможно и вообще исключение. Другое дело, что на смену действующему муниципальному фильтру обязательно должны прийти какие-то другие предварительные процедуры. Мы не можем допустить десятки клоунов, фриков и людей, которые пришли просто попиариться. Впрочем, отказ в регистрации партия может получить по внутренним причинам. Так, документы на регистрацию подали 12 партий. Одной партии в регистрации списка отказано из-за ошибок в оформлении документов. И еще о внутрипартийных делах. От внимания избиркомов не ускользнуло поведение участников в праймерис Единой России и особенно членов счетных комиссий. Хотя праймерис дело сугубо партийное, но выводы для себя в избиркомах сделали. Совестные люди, которые работали на праймерис, при этом являются членами участковой комиссии. Дмитрий Александрович уже об этом сказал. Мы на заметку их всех возьмем. Фамилии их понятны? Взяли. В ходе пресс-конференции не раз прозвучали слова об открытости и прозрачности выборов, роли наблюдателей и журналистов. Однако технических средств контроля, видеокамер на участках, на выборах Хурал не будет. Это неподъемно для республиканского бюджета. Да и Каибами будет оснащено всего 90 участков из 812. Продолжаем. Дождь в доме. В центре города люди остались без крыши над головой. Как улан-уденцы борются со стихией в квартирах, увидел дежурный по городу. В доме на Каландрашвиле 6 зимой горел второй этаж. Тогда жители пережили самую страшную ночь. Выбегали без верхней одежды дети и взрослые. А пожилых людей выносили на руках. Беда одна не ходит. Теперь их проблема не огонь, а вода. Уже полгода у них нет крыши над головой. Все, какие дома были емкости, все поставили. Плоть до кастрюль. Сверху бежит и бежит. Ведра наполняются быстро так. Пришлось ходить в резиновых тапочках. У соседей замкнул провод и на нас перешло. Ванная комната. У нас ванная комната сгорела. И до сих пор мы без крыши. Крыши никак не могут сделать. Советская администрация ссылается на фонд капитального ремонта. Звонили туда. Фонд капитального ремонта сказали, что у нас такого объекта нет. За последние солнечные дни жильцы сделали перекрытие и купили на собственные деньги. Гвозди, доски. И уже сейчас видно, что с той стороны ветер сорвал самодельную кровлю. И, к сожалению, такая конструкция не защищает от непогоды. Дожди пойдут, она циреет и начнет падать на ребятишек. Вот даже как бы там кусок отвалился, тут уже вот начинает трескаться, уже опадает. И как бы дети тут бегают. Не знаю, как это, куда жаловаться, куда ходить. Получается, за ночь вот набралась вода. В той части дома, где произошел пожар, провода поменяли. Но здесь, во втором подъезде, оголенная проводка так и осталась. И, возможно, из-за дождя случится повторное возгорание. Мы обязательно попытаемся решить проблему непогодой в доме. Если и вы не можете добиться ответа у местных властей, обращайтесь к дежурному по городу. Саюна Бухаева, Александр Набжилон, телекомпания «Ригус». Еще чаще жители Бурятии страдают от другой стихии – огня. Только за полгода – 650 бытовых пожаров. С чего начинаются возгорания? Выявлением причин занимается специальная служба. Как это делают и с какими сложностями сталкиваются, расскажет Сергей Соголов. Сюда еще не вступала нога телевизионного журналистов, святая святых службы огнеборцев. Это испытательно-пожарная лаборатория. Именно здесь выявляют причины всех возгораний. Химическая, электротехническая и теплофизическая. В судебно-экспертном учреждении четыре лаборатории. Специалисты выясняют, как из искры возгорелось пламя. Вердикт могут вынести даже по небольшому фрагменту. Из пакета обнаружены следы нефтепродуктов, а именно керосина. То есть это могло быть причиной возгорания, да? Нет, это уже не причина возгорания. Это уже идет способ. То есть поджог, да? Да, поджог. Можно привести много случаев, когда именно их заключение, их, вернее, оценка, их, значит, помощь и работа нашего возглавателя в итоге уже восстанавливала всю картину происшествия пожаров. В первую очередь, это, конечно, осматриваются электропровода. Это изучаются какие-то сгоревшие, поврежденные конструкции здания, там, строения кого-то и так далее. Проводится общими усилиями, значит, осмотр места происшествия, взимая совещественные доказательства. Сюда стекаются образцы с пепелищ всей республики. С начала года специалисты выдали 65 экспертиз по уголовным делам. Почти столько же пожарно-технических заключений. В Забайкальском крае такую работу выполняют 17 человек. В Бурятии, в штате лабораторий, только три сотрудника. Объем работы большой. Тяжело, но мы справляемся, но хотелось бы, конечно, увеличение штатной численности, чтобы можно было без переходящих материалов, которые у нас еще с 17-го года не сделаны, выработать намного быстрее и выполнять свою работу намного даже, можно сказать, и быстрее, и качественнее. Над увеличением штата специалистов, скорее всего, задумаются. Свободные ставки есть. Между тем, с начала года по Бурятии зафиксировано 650 бытовых пожаров. У них погибли 44 человека. Сергей Соголов, Виктор Гафонов, телекомпания «Оригус». Киловатт рублей бережет. С 1 июля этого года правительство решило полностью отказаться от затратного освещения. Кабинет министров подписал новые требования по ограничению ртутных ламп, что привело к запрету и как планируют избавляться от балласта. Уточняла Ольга Арсенукаева. Они уходят в прошлое вслед за лампами накаливания поколения 2000-х – ртутные источники света. Под запретом они оказались еще с прошлого года. Тогда правительство подсчитало расходы на электроэнергию и решило сэкономить. В этом году требования ужесточили. «Был введен запрет на покупку государственными муниципальными органами именно вот этих запрещенных ламп. Они не заказываются ни для предприятий, ни для тех освещенных приборов, допустим, для тех же улучшенных освещений». Погаснут 8 видов ламп – натриевые, индукционные, люминесцентные и ртутные. В народе больше знают последние два. Наверное, поэтому в магазинах товар этот на полках еще лежит. «А ртутные, они вроде запрещены?» «Запретили, но все, что осталось?» «Я не ставлю, то есть она не разобьется, у вас уже там опасно, да?» «Стараюсь обыводить уже, но пока они не дают.» «Ни гарантии нет никакой. «Я не практична». «Я уже там газы. Это не критично, это не как гребесники». На самом деле критично. Вот какую информацию об этих лампах приводит электронная энциклопедия. Одна ртутная лампа содержит до 5 миллиграммов ртути. Если ее разбить, концентрация в комнате достигнет 0,1 миллиграмма на кубический метр, что превышает норму для человека в 350 раз. «В первую очередь электромагнитное излучение, большой частоты оно опасно, может быть в онкологию. А второе, что просто лампа если разобьется, то в паре ртуте – это яд первая опасность. Он поражает все внутренние органы – печень, почки». Вред здоровью очевиден. Окружающей среде пока никто не оценивал. Предприятия до недавнего времени выпускали ртутные лампы с сотнями тысяч. А программа утилизации в стране так и не заработала в полную силу. «У нас нету такого, чтобы утилизаться. А если утилизировать, допустим, если в нашем магазине утилизировать, одна лампочка стоит 20 рублей. Ну, нам договор надо будет подписывать». А если бесплатно, то нужно ехать. В городе лишь 4 контейнера. Вот список улиц. Как выяснилось, спросом пользуются. Месяц собирают до 800 ламп. «Нам выделяется определенное финансирование. Если в этом году выделено 105 тысяч, а по прошлому году я цифры посмотрел, мы отработали на 147 тысяч. Значит, в этом году еще будет добавлено». Планируют установить и дополнительные эко-баки. Но не поздно ли. Ртутные лампы все равно уступят дорогу светодиодным. Полностью выведут их из оборота к 2020 году. Ольга Арсунукаева, Виктор Горновской, Виктор Немаев. Телекомпания «Оригус». Это еще не все. Смотрите далее в программе. Их слышал, наверное, каждый житель города. Кто они? Музыканты оркестра. В материале Кристина Сосниной. Сегодня Всемирный день шоколада. О том, как улан-уденцы повышают себе настроение даже в ненастную погоду, в материале Алексея Турбова. О былысунских семьях узнает вся страна. Ученые Российской академии наук приехали в Крумканское село, о котором рассказывал Восточный экспресс. Напомню, 10 лет назад для спасения деревни ее жители начали массово усыновлять сирот. 20 русских по национальности детей стали родными в бурятских семьях. Они же решили вопрос с сохранением местной школы, которой грозило закрытие. Сначала на усыновление решились учителя, потом их, к примеру, последовали другие жители. Практикой выживания деревни заинтересовались ученые социологического института Российской академии наук из Санкт-Петербурга. Совместно с фондом социсследования они организовали экспедицию в Бурятию. В первую очередь нас интересует опыт. Как именно, как стратегия выживания малых сел. Как малые села принимают это решение, как они его реализуют, успешно, неуспешно. Но вот опыт Илусуна показывает, что это вполне успешная стратегия выживания. Мы провели уже приемные семьями и детьми. Конечный продукт – это научные статьи, публикации, выступления на конференциях. Делегация пробудет в Бурятии еще месяц. После Курумкана ученые отправятся в Хоринский район. Там делиться опытом будут семьи и села Тахарюкта. Его знает почти весь Улан-Удэ. Уличный оркестр в центре Арбата уже стал любимцем публики. Но мало кто знает, кто эти музыканты и что это за коллектив. Между тем, ему впору отмечать 60-летний юбилей. Занавес приоткроет Кристина Соснина. Двухчасовой концерт под открытым небом. Исполняют больше двух десятков композиций. После каждой небольшой перерыв, чтобы восстановить дыхание. Ведь самому старшему музыканту этого оркестра скоро 84. Втянулся уже как наркотик. Устаешь, конечно, не молодой. Ну вот играем. Еще год-два протяну хорошо. Настроение поднимаем людям за дно. Виктор Георгиевич – преподаватель музыки и единственный из коллектива, кто не связан со стекольным заводом. Остальные работали кто водителем, кто стекольщиком, а кто и начальником цеха. Объединил всех заводской оркестр. Струна какая-то в душе играет, вот и не бросаем. Требует. Давно бы, конечно, бросили бы. Каждое воскресенье, каждую субботу собираемся. Все праздники, значит, мы бросаем дома семьи, играем. Дома на нас косо смотрят. Это, представляете, 50 лет с лишним. Все эти годы репетиции по три раза в неделю. На Арбат музыканты со стеклозавода приезжают по вечерам. Несмотря на почтенный возраст, добираются сами. Кто на автобусе, кто на маршрутке. И только инструменты везут на отдельной машине. Охота же все-таки показать тебе. И это. Начали немножко играть. Потом сейчас мы посмотрели, кто бы не играл, где бы не играли, и все за деньги. Но нам же тоже преработок тоже был, мы же пенсионеры. У нас и пенсии, сами знаете, какая. Деньги уходят на проезд. То, что остается в копилку, на инструменты, которым уже несколько десятилетий, и костюмы. Все это необходимо для концертов. Коллектив гастролирует по всей республике. Также принимает участие почти во всех значимых культурных мероприятиях города. Сказать ему бросить играть. Он умрет быстро. Почему? Да потому что он живет этим. Легкие-то развиваются все равно у нас. Легкие-то здоровые. Но раз легкие здоровее, значит и организм здоровее должен быть. Кристина Соснина, Александр Намжулон, телекомпания «Оригус». Сегодня Всемирный день шоколада. Это лакомство настолько популярно, что ему посвятили целый праздник. Он появился во Франции в 1995 году. Шоколад любят не только за вкус. Ученые выяснили, темные сорта стимулируют выброс эндорфинов, гормонов счастья. Что еще поднимает настроение людей? Об этом мы спросили у горожан и гостей Бурятии. Дышим свежим воздухом, кушаем сладкое. Там есть небольшое предсказание. Кто-то будет о вас очень нежно заботиться. Папе большое спасибо. Он у нас просто не здесь, не в городе. Он за нас заботится, постоянно звонит, переживает. Я сейчас в отпуске, и у меня настроение постоянно хорошее. К тому же я с дочерью гуляю. Она постоянно поднимает мне настроение. Приготовьте паспорт. В этом году вас ждет большое путешествие. Вообще надо гулять, не стоять на месте. Сейчас и с друзьями. Да. На природе нет плохой погоды, я считаю. Так что любая погода офигенная. Знакомьтесь, вы найдете нового верного друга. Клево. Хорошее предсказание. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, я сразу иду кататься, потому что, когда плохая паспортная погода, меньше риск получить солнечный удар, меньше воды выпиваешь. Синоптики прогнозируют. Вас ожидают осадки в виде больших денег. Неожиданно. Ну, надеюсь, предсказание сбудется хорошо. Надо петь песни Юрия Антоновна. Все. Дух поднимает, настроение поднимает. Все. И все забывается. Мечта сбывается и не сбывается. Исполнение заветного желания уже близко. Мне появился баян, очень хороший баян. Я хочу показать свой талант на этом баяне. Показать все свое мальчистое. Вот мои великие желания. Спасибо. Всем отличного настроения. Служба информации телекомпании «Оригус» желает вам хорошего настроения. Узнавайте новости на наших каналах и на нашем сайте в интернете. Адрес знаете. Оригус.тв Спасибо, что были с нами. До свидания. Байртенухат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова